приветствую дорогие друзья на канале в общем у нас сегодня вот такой телефончик в ремонте будем менять дисплейный модуль это телефон meizu mx5 в общем дисплейный модуль как всегда заказывали из китая с сайта алиэкспресс сейчас распакуем посмотрим ссылочки также оставлю под видео так хочу заметить слегка помята коробка пришла доставка была где-то не более 10 дней как всегда китайский инструмент который мы не будем пользоваться ну в общем собственно сам модуль приклеился шлейф нормально все такс но дисплей не лопнут и самое главное теперь самое главное чтоб он работал у нас в общем сейчас будем разбирать это чудо девайс и смотреть в общем выключаем аппарат с помощью вот такой вот отвертки как под айфоны выкручиваем два видика с нижней стороны такс выкрутили винты далее я буду делать с помощью скальпеля как бы стараться между рамкой очень аккуратно между корпусом между металлическим и самой рамкой надо очень аккуратненько его приподнять принципе если как бы сохранность модуля не важно нужно это делать не сильно аккуратно но все равно опять же кнопка home будет ставится старой поэтому лучше сохранить а ы это и это в Так, вот он начал чуть-чуть вылазить. Вот так вот. Очень плотно сидит модуль, то есть если корпус будет погнутый, он возможно нормально и не сядет в корпус обратно. Так, далее очень аккуратно приподнимаем. Здесь у нас, сейчас приближу. Вот я приподнял, как видим, здесь находятся два шлейфа. Шлейф на кнопку Home и шлейф самого дисплейного модула. И здесь прикручена защитная металлическая, в общем, экранчик, который нужен для предотвращения выпадания шлейфу. Снимаем данный экранчик. Так, обратите внимание, дорогие друзья, сначала откидывается шлейф аккумуляторной батареи. Вот он, он, самый крайний. Всё, откинули шлейф АКБ. Теперь откидываем шлейфа дисплейного модуля. Так, вот, собственно говоря, сняли дисплейный модуль. Значит, что мы имеем? Кнопка Home. Сейчас будем её откручивать так же, в принципе. Так, с откручиваем кнопку Home. Я её извлеку. Сошли с коннектора, чтобы она нам не мешала при дальнейшей разборке. И, собственно говоря, сам модуль готов к переклейке. Динамика, я думаю, нам не будет мешать. В общем, сейчас с помощью сепаратора будем мы его разогревать, чтобы у нас легче он отклеился от рамки. Так, всё, греем. Так, дорогие друзья, решил сразу проверить новый модуль. А то, думаю, так сразу решил проклеивать. Отклеивать старый, надо проверить. Может, этот и не рабочий. Сейчас подкинем, проверим на работоспособность. Так, ну, вставился он, в принципе, нормально. Вот так мы его положим сейчас и проверим. Так, ну, собственно говоря, включился. В принципе, показывает достаточно хорошо. Сейчас проверим тачскрин. Так, ну, вроде как. Живую. Работает достаточно плавно. На касание отлично реагирует. В принципе, я думаю, будет работать нормально. Так, всё, греем дальше нашу рамочку. Так, собственно, нагрели наш модуль. Ставил я здесь 90 градусов. Не знаю, как видно, нет. Точнее, не 90, а у нас 80. Вот он, нагрелся. Будем сейчас отделять. Так. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, собственно, сам дисплейный модуль старый Все, будем чистить рамку сейчас От старого скотча И приклеивать новый модуль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, очистили рамку Значит, будем сейчас проклеивать Буду я это делать на клей B7000 Специальный для тачскринов И для дисплейных модулей В общем, буду делать это я Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья, думаю, уже высох наш дисплейчик Я его придавливал вот таким маленьким аккумулятором Чуть-чуть В общем, проверяем, все ли в порядке Как видим, все в порядке Будем подкидывать сейчас Собирать все в корпус, проверять Отлично Так, не менее важная деталь Это у нас резиночка от датчика приближения Сразу ее не заметил Она мне уже потом выпала Так что Это очень важная вещь Без нее не будет корректно работать Датчик приближения Поэтому За эту штуку не забываем Датчик приближения Субтитры сделал DimaTorzok Делать это надо с особой осторожностью Чтобы не лопнул дисплейный модуль Ну и, собственно, закручиваем обратно винты Другой отверткой только Включаем, проверяем еще раз Аппарат Дальше Так Ну как видим все работает Проверим сейчас датчики Датчик работает у нас все хорошо Так Сейчас по яркости Достаточно ярко показывает Попробуем сейчас Яркость регулируется Ну это на максимально В принципе разницы с оригинальным я особо не вижу Достаточно яркий Все хорошо показывает Цвета Цветопередача Ну в общем все как надо Подписываемся на канал Удачных всех ремонтов До скорых встреч пока пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok